Сенаторы, прибывшие в область ЖТСУ, сегодня ознакомились с деятельностью представителей СМИ региона. Открытый диалог с народным избранником состоялся в стенах областного телеканала ЖТСУ, в котором приняли участие журналисты телекомпании и региональных газет. По словам депутата Сената Парламента Республики Казахстан Галиас Хара Сарабаева, уже этой осенью в сферу СМИ на законодательном уровне будет внесен ряд изменений. По старой традиции, сенатор встретился с представителями четвертой власти, чтобы услышать от них о существующих проблемах, которые будут рассмотрены на ближайшем парламентском заседании. Напомним, депутаты Сената Парламента Республики Казахстан на протяжении двух недель встречались с жителями районов и городов области ЖТСУ. По словам народных избранников, все проблемные вопросы и предложения жителей региона будут рассмотрены на самом высоком уровне. В рамках встреч с жителем и области ЖТСУ сегодня я побеседовал с журналистами региона. В области есть немало уважаемых СМИ. Как вы знаете, журналисты – представители четвертой власти. Они вносят огромный вклад в построение справедливого Казахстана, справедливого общества. Поэтому еще раз подчеркну, что роль журналиста в этом деле неоценима. Также этой осенью мы планируем принять поправки в закон о СМИ. Так как сейчас многие граждане становятся блогерами или мобилографами, нужно определить их роль, обязанности и права. Все эти и другие вопросы будут внедрены нами в закон о СМИ. На депутатском контроле народные избранники в рамках очередного заседания депутатской фракции партии Аманат обсудили ряд актуальных вопросов, связанных с реализацией предвыборной программы. В основном они касались проблем задержки строительства жилых домов и медицинских объектов, а также других социально значимых тем. Так, один из проблемных объектов, взятый народными избранниками на контроль, находится в городе Талдукурган. Это два девятиэтажных дома в 10-м микрорайоне, строительство которых выполнено лишь наполовину. Сложности возникли и при строительстве объектов здравоохранения, а именно поликлиники в селе Сарозек Кирбулакского района, а также при стройке к инфекционной больнице. Отмечается, что причиной задержки сроков сдачи объектов стали значительный рост цен на стройматериалы и корректировка бюджета. Представители управления строительства заверили депутатов, что работы, а также закуп необходимого оборудования будут завершены в срок. Также на повестке дня ремонт учреждений образования, дорожной инфраструктуры, разработки учебной программы для сельской молодежи, а также рентабельности Копальска районной больницы, в которой при большой площади здания и немалых затратах на коммунальные услуги функционирует лишь одно терапевтическое отделение. Депутаты выразили свою заинтересованность в эффективной реализации данных проектов и подчеркнули необходимость постоянного контроля над их выполнением. Очень много денег выделяется правительством, государством на поддержку малого бизнеса, на поддержку именно сельской молодежи. Почему в этом году стартовала программа для молодежного предпринимательства? Это для того, чтобы отток населения, молодежного населения из села остановить, чтобы люди могли в сельском местности заняться своим бизнесом. Я вот смотрела, наблюдала, сколько приходят молодежи, но в основном все стараются заняться животноводством. В других сфер бизнеса как бы там и очень мало было проектов. Поэтому я сделала замечание в том плане, что нужно работать с молодежью, нужно организовать курсы типа «Бизнес-бастал», для того, чтобы они грамотно подходили к этому. Раз они берут кредит, пусть под 2,5%, а они же свое залоговое имущество туда ставят, значит они должны очень грамотно к этому подойти. Открыть именно тот бизнес, который нужен, который будет им приносить доход и который востребован у населения. С начала года в области ЖТСУ выявлен незаконный оборот 4174 литров алкогольной продукции. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году. Также были разоблачены нелегальные продажи более 2,5 миллионов сигарет и 38 тонн нефтепродуктов. К такому беззаконию прибегали желающие избежать дополнительных налогов под предлогом объявленного для предпринимателей моратория. Теперь эти действия будут заблокированы. О мерах выявления и пресечения незаконного оборота под акцизной продукцией в регионе на брифинге сообщил представитель областного управления государственных доходов Замир Куаншпек. По словам спикера, такая неправомерная деятельность наносит существенный ущерб экономике страны и законопослушным субъектам бизнеса. Кроме того, она угрожает здоровью и жизни населения. В ходе брифинга спикеры также разъяснили особенности акцизного налога, требования и процедуры по его сбору. Согласно внесенным дополнениям в подпункт 2.1.1 указа президента за номером 229 о ведении мораторий на субъекты малого и микропредпринимательства внесены дополнения именно в части предпринимательского кодекса. В случае обращения физических и юридических лиц с конкретными фактами в отношении малого предпринимательства в этом случае представляется возможным зарегистрировать внеплановую проверку. День открытых дверей провели в областном департаменте экономических расследований по области ЖТСУ. Главной целью мероприятия стало приглашение на работу молодых людей в возрасте до 35 лет. При этом они должны иметь диплом о высшем юридическом и экономическом образовании. Им предоставляется уникальная возможность окончить 6-месячную подготовку в Академии правоохранительных органов в селе Хоша, получить звание лейтенанта, а также работу в данной сфере. Тему продолжит Аида Ахметова. Более 20 молодых людей пришли сегодня в здание областного департамента экономических расследований, где раскрываются самые запутанные преступные схемы мошенничества и хищения бюджетных средств. Служба в департаменте сложная, но интересная. Ведомство функционирует с 2021 года. Сейчас здесь работают 8 выпускников Академии правоохранительных органов, куда и приглашают поступить молодых людей с дипломами экономистов, юристов и IT-технологий. Для учащихся созданы привлекательные условия. Бесплатная учеба, стипендия, трехразовое питание и самое главное – стопроцентное трудоустройство. Я выпускник университета по профессии юриспруденция. В данном учреждении я услышал, что проводится день открытых дверей и пришел сюда, чтобы утолить свой интерес. Служба экономических расследований следит за правонарушениями в области бюджета и теневой экономики, а также выявляет финансовые пирамиды. Желающим пройти обучение в Академии правоохранительных органов необходимо иметь профильное образование, а также результаты государственного тестирования и справку о прохождении военно-врачебной комиссии. Выпускники Академии по окончании становятся сотрудниками прокуратуры, агентства по противодействию коррупции, а также департамента экономических расследований. Будет гражданин Республики Казахстан, он может сдать нам документы, то есть при нем должен иметься диплом о высшем образовании, то есть юридический, экономический и сферой IT-технологий. После чего они сдают медицинское освидетельствование, также тесты сдают на знания госзаконодательства. После чего они поступают в Академию правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре, обучаются там 6 месяцев. После окончания данного учебного заведения они 100% обеспечиваются, то есть трудоустраиваются на работу. Прием документов для соискателей продлится до 5 августа. Стоит отметить, набор студентов на подготовку и повышение квалификации в Академию проводится два раза в год. Айда Ахметова, Абзал Нусипов, телеканал ЖИТСУ. Работа по временной регистрации стартовала 17 июля текущего года. Она осуществляется сроком на 5 лет в отношении автомобилей, везенных в Казахстан из-за рубежа до 1 сентября 2022 года, которые не были легализованы по причине неснятия с учета в стране прежней регистрации либо из-за имеющихся ограничений. Об этом на брифинге сообщил начальник управления административной полиции департамента по области ЖИТСУ Диас Айнакулов. Как было отмечено, спикером гражданам предоставлена отсрочка для решения имеющихся юридических проблем с автомобилями и введения их в правовое поле. На сегодняшний день 1270 человек в регионе изъявили желание зарегистрировать свои транспортные средства. Из них 375 уже получили техпаспорта и государственные регистрационные номерные знаки. По словам спикера, для постановки на временный учет владельцам транспортных средств необходимо подать заявление и подтверждающие документы для включения ВИН-кода автомобиля в список временной регистрации. После чего подать заявку через электронный портал. При положительных результатах проверки автовладелец отправляет документы о регистрации автомобиля сотруднику госкорпорации в электронном виде. 17 июля текущего года началась легализация постановки на временный учет. Для подачи на временный учет нам надо, граждане, обратиться в управление административной полиции, в канцелярию, оставить заявление. Также прилагающие документы, это удаст время в личности, в связи с регистрацией транспортных средств, ЕГОВ-отказ, причина отказа по каким критериям, а также до 1 сентября текущего года. Это может быть страховой полис, либо пограничная служба, справочка. На территории области ЖТСУ с начала текущего года зарегистрировано 238 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых различного вида увечья получили 350 человек и 70 погибло. Об этом сообщил начальник управления местной полицейской службы департамента полиции области ЖТСУ Кальсар Мухметов. По словам спикера, особенно заметно увеличение количества аварий на автодорогах, которые ведут к озерам Алаколи и Балхаш. Это связано с наплывом туристов в эти популярные места отдыха. Одной из причин повышенного количества дорожно-транспортных происшествий стало возрастающее число водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, Кальсар Мухметов обратился к гражданам с призывом не управлять электросамокатами и мотоциклами без наличия водительских прав. Это является дополнительной причиной аварии и может подвергнуть опасности не только водителя, но и окружающих. В целях профилактики данного вида ДТП нашими сотрудниками ежедневно выявляются разные виды правонарушений, в том числе и управление транспортным средством в нетрежном состоянии. За текущий период того года выявлено 278 водителей. В прошлом году таких фактов было 232. Это говорит о том, что наши граждане, несмотря на ужесточение административного законодательства, дальше продолжают нарушать закон. В Талдыкургане прошел летний обучающий семинар для представителей духовенства, давший для них возможность повысить свой профессиональный уровень. Всего в нем приняли участие порядка ста имамов со всех уголков края ЖТСУ. Курсы организованы Центром исследования проблем в сфере религий и реабилитации при управлении общественного развития области ЖТСУ. Пятидневный семинар направлен на повышение религиозной грамотности и углубление знаний по профилактике деструктивных религиозных течений. За время обучения участники обсудили актуальные вопросы исламского права и базовые принципы исламской цивилизации, а также получили исчерпывающие ответы от лектора Наиб Муфтия Сансыбая Шуканова. В завершении семинара имамы получили сертификаты, подтверждающие успешное прохождение ими обучающего курса. Этот семинар уже стал традиционным. Ежегодно мы обучаем имамов по всему Казахстану. Таким образом, они укрепляют свои религиозные знания и получают для себя новую информацию. Мы рассматриваем меры по дальнейшему сохранению стабильности в религиозной сфере, ценностей традиционного ислама, которых придерживались наши предки. Обучение имамов играет важную роль, ведь именно от них зависит стабильная религиозная ситуация. Наряду с этим именно священнослужители помогают реабилитировать людей, которые подверглись негативному влиянию нетрадиционных религиозных течений. В Текили стартовал проект Текили Кумек для социально уязвимых слоев населения и людей с особыми потребностями. На месте граждане могут воспользоваться компьютером, бесплатной распечаткой и копированием документов, а также получить юридическую консультацию. Этот проект помогает расширить круг общения и повысить юридическую грамотность среди населения. Для каждого участника будет установлен лимит времени в зависимости от личных возможностей. На сегодняшний день принято 8 участников. В перспективе планируется охватить 150 граждан. Дети с ограниченными возможностями, дети-сироты, дети из малообеспеченных семей, многодетные семьи будут приходить и получать у нас навыки, обучаться навыкам компьютерной грамотности, навыкам правовой грамотности, основы будут получать. Также будут приходить многодетные мамы, семьи. Здесь они могут открыть страничку в интернете, напечатать какие-то, свое резюме научиться подавать, какие-то документы, вытаскивать справочки из ЕГОВ. Мне здесь очень нравится. Я невероятно рада открытию этого места. Спасибо большое организаторам. ЮНЕСКО призывает школы мира запретить использовать детям смартфоны на уроках. По мнению организации, гаджеты отвлекают учеников от занятий, что приводит к снижению успеваемости. Эксперты ООН уверены, во всем должна быть мера, а использовать сотовые нужно только по назначению. Причем гаджеты должны способствовать повышению качества образования, а не наоборот. Ведь даже простое нахождение ребенка рядом с телефоном отвлекает его от процесса обучения. При этом в докладе отмечается, что использование мобильных устройств запрещено в каждой четвертой стране мира. В этом списке есть и Италия. Во Франции запрет введен в 2018 году. А уже в будущем к ним присоединятся Финляндия и Нидерланды. Напомним, ЮНЕСКО рекомендует ввести глобальный запрет на использование смартфонов во всех школах мира. Знаменитый фестиваль в швейцарском Вербе вновь собрал как начинающих, так и ведущих мастеров классической музыки со всего мира. Вербе – это знаменитый горнолыжный курорт в швейцарских Альпах. Последние 30 лет он каждое лето превращается в площадку для исполнителей и любителей классической музыки, как с Европой, так и других стран мира. Причем особенностью мероприятия стало то, что музыка здесь звучит повсюду благодаря специальной программе с участием буктрейлеров и членов музыкальной академии. В фестивале принимают участие и созданный 10 лет назад молодежный оркестр под руководством американского дирижера Джеймса Геффигана. На протяжении месяца юные музыканты играют и рассказывают о музыке. Кульминацией фестиваля становится концерт в Большом зале Комбин. Напомним, накануне закрытия зажигательным галоконцертом было отмечено 30-летие фестиваля. В нем выступили 50 величайших звезд мира. Среди них японские пианисты Мао Фудзита, Евгений Кисин и братья Капюсон. Новый спортивный комплекс открылся в селе Булахты Алакольского района. Этого дня больше всех ждали сельские дети. Ведь теперь они будут тренироваться в новых залах, отвечающих современным стандартам. А также смогут поиграть в футбол, волейбол или просто устроить пробежку. Радость местных жителей разделила и наша съемочная группа. Спортивный комплекс Бесколь – подарок не только для местных спортсменов, но и для всей сельской молодежи. Ведь совсем недавно провести свободное время молодым людям было негде. Теперь же они могут тренироваться и заниматься любимым видом спорта. Современный и просторный спорткомплекс состоит из двух этажей. Здесь оборудованы площадки для занятий волейболом, баскетболом и мини-футболом. Есть зоны с тренажерами, а также борцовский ковер. К слову, строительство объекта было начато при поддержке Акима области ЖТСУ Бебета Исабаева. Стоимость проекта – почти 1 миллиард тенге. Средства выделены из республиканского бюджета. Это большой современный спортивный комплекс уникален. Он не имеет аналогов во всем районе. Тут есть не только ринг, но и площадки для баскетбола, тенниса, волейбола и футбола. Хорошие условия созданы для занятия игровыми видами спорта. Особенно рады открытию местных детвора, ведь у них появился такой спорткомплекс. Всё это – большая поддержка, оказываемая Акимом области. Надеюсь, здесь могут воспитать больших чемпионов. Ведь ни для кого не секрет, что большинство чемпионов – выходцы из сельской глубинки. Заниматься в просторном комплексе будут около ста детей. Среди них и ученик девятого класса Нордас Даулет. Юноша с детства увлекается дзюдо. До этого тренировался в маленьком спортивном зале своей школы, в котором было тесно и неудобно. Говорит, новое спортивное здание – долгожданный подарок. Мы очень рады новому спортивному комплексу. Раньше нам приходилось тренироваться в тесных помещениях. Давно мечтали о новом зале. Наконец-то дождались этого момента. Это мотивирует нас. Теперь мы будем тренироваться ещё усерднее, чтобы оправдать доверие наших тренеров. Открытию многофункционального спортивного комплекса рады не только дети, но и взрослые. По словам жителей, здесь есть вся необходимая материально-техническая база. Дети будут тренироваться в комфортных условиях. Я очень волнуюсь от радости. Начиная с 1985 года я работаю в этом селе тренером. С тех пор я мечтал о таком просторном спорткомплексе. Сегодня моё заветное желание исполнилось. Здесь созданы все условия для спортсменов и будущих чемпионов. Теперь мы приложим все свои усилия, чтобы воспитать новых чемпионов, чьи имена будут звучать на мировых аренах. Село Булахта является административным центром Бескольского сельского округа. Здесь проживает порядка 4000 человек. В населённом пункте есть все необходимые социальные объекты. Новый спортивный комплекс пополнил их ряды и расположился на площади в один гектар. Стоит отметить, что до конца текущего года такие же спорткомплексы будут открыты ещё в восьми районах области. Такой сложилась информационная картина уходящего дня. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин